и страсти рождественский выпуск первая серия вторая часть по техническим причинам первую частью не влезла поэтому мы вторую часть сандалили совершенно неожиданно переходим в продолжением на это приходит убегает с пулеметиками нашими маленькими эти бандиты садятся свои три машины и уезжают быстренько но в офисе этих зоозащитников конечно полный погром они говорят блин вот угораздило же нас облить шубу какой-то дурынды теперь он офис не собрать а мы еще арендуем откуда нам деньги ты иметь за такое нам ты в последнее время никто не выдает нас грантами нынче туговат вообще попали мой ребят друзья товарищи товарки попали мы с этими нашими зоозащитными делами облили зеленкой вот как нас отблагодарили за акцию ничего не делать да ничего не будем делать пойдемте шавер мы поедим и фалафель кто мясо не ест фум фурором фум 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 ну и тут значит вылетают на встречную полосу огромные огромные грузовики целых 10 грузовиков едут и говорят а это специальная дизельная организация но на самом деле это был обман это была не дизельная организация это были дальнобойщики которые были одеты в виде снеговиков они выбежали из грузовиков и стали прыгать и по центру бегают такие снеговики с морковками огроменные которые дальнобойщики 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 в костюмах снеговиков бегают и норовят везде елки хватать в инстанции метро елка стоит у торгового комплекса елка стоит а снеговики хватают игрушки срывают шарики и свои вешают где пишут даешь яйца по 70 рублей пошел ты нафиг ты нам надоело все такое такие дальнобойщики были акционеры все конечно удивились к и цветы на дальнобойщик не похоже может какие-то импортные дальнобойщики иногенские какие-то на бочки наши на для бочки они как-то снеговиками никогда еще не одевались еще целые 10 10 фургонов как же вы допустили то вызывает главный комитетчик говорит когда вы допустили то такое чудес дальнобойщики бегают в костюмах снеговиков это еще что еще грузчики в костюм деда морозах бегают тоже требует справедливого общества ведь слушайте нам это левацкая повестка ни к чему мы выдвинули своих кандидатов все усидут голосует что такое да никто уже не верит ни в чего другие голоса никакие голосования значит нужно срочно менять систему понимаете иначе вот там в холодильнике у нас один салатиками лежит вот нужно к нему сходить ну и дед мороз приходит холодильнику какому-то и и спрашивать тук 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 ему отвечают ну что надо бы на он говорит ну как тебе там всякие салатиков до студни лежит а он говорит неплохо лежится только холодновато конечно но я привык я тут уже с 26 октября лежу мне нормально вот между салатиками и студнями вот ведь ну и лежи дальше тогда вот он дедушка можно меня оживить он говорит нет уж кого кого тебя оживлять вообще не стоит и вообще те ты снится ты уже не здесь находишься ты же в более низших мирах а то есть холодильнике в холодильнике сны про холодильник только тебя иногда беспокоит ой дедушка мороз беспокоит сны про холодильника почему не голос какой-то теперь другой не как раньше у меня был ну потому что холодильнике переморозился отморозил голос своего фу 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 ну а водитель синего троллейбуса который разбогател художником он свою то комнатенку сдавать решил пришли к нему люди женщина мужчина ее супруг дочка втроем пришли и говорят ну вот что снимаем до вас до снимает снимаете ну еще он говорит все это хомяка забрал все до свидания всем аривидерчи ревуар ну и уехал потому что он так купил жены лаги на острове себя со меня ты жил там все спокойненько было хорошо него дворецкий был прислуга все великолепно а эту квартирку куда и сдавать получать небольшой доход хотя конечно что ему этот доход посадить стоит стоит премии которые он получил за свои картины на аукционе продав барабумби настоящему общем да безусловно ему было нормально ну в общем то и дальше сидел себе спокойненько и отдыхал в своем особняке а те кто с ними сняли у него они поселились там сидят балаболят а вдруг неожиданно стук какой-то что за стук не дать не дают людям поспать гремят все время заходит на кухонку муж семейства холодильник открывает сосиски взял упаковку раскрыл в микроволновку забросил 10 сосисок майонезом через минуту их полил чтобы похолоднее были и стала треска 10 сосисок слопал за ночь вот ускал ну и все пойду я спать а гремит это соседи на какие-то дурели чего не гремят такую пусть все равно у грохот все слышно и слышно а это был местный местный дымовой он очень любил как бы с водителем синий требуется жить потому что бахал с треском тут тоже любил бах треска вот воде синтрепс уехал эти снились снимают маши никто не бахать будет блин что за хрень немедленно надо что кто не бахнул с резком вот это и сосиски я что с майонезом это вообще интересно а ну давай быстренько бахать треском он ведь ты кто такой-то мужик я вообще тебя первый раз вижу что тут появился дымовой что ли у меня галлюцинации вот эти мира торговские иски до чего доводят что галлюцинации уже идут от них не я больше ни в коем случае меня покупать не буду блин пойду спать в общем всем ведь да не галлюцинации и другие дремь вот смотри тазом части по башке бьет в ванну подбегает из-под ванны достает таз выкидывает оттуда таруселя и как по башке даст этому хозяину семейства мужу тот конечно грохнулся упал жена пошла в уборную смотрится не муж лежит коридоре гейтой драгоценный мой ну что что упал то вот молодость пошли бы все вы на пик-драпик и ушел к своему другу другому домовому а другой домовой он жил в квартире в альфраме собственно бывший я мальфами часам там находился в гостях но он был духом парковым парковым таким лешим парков ну там одного из парков петербургских но и там ходил себе важничал говорил ну знаете без белок не интересно тусить вот я когда в парках своих своих владениях занимаюсь я с белками люблю тусить а тут без белок у котища какая-то в альфраме не зунди нынди кто там пришел просил домовой валера из корзиночки он себя каленки валялся там ел орехи которые ему в альфраме и своего леса принес у белок одолжил мешочек ну в альфраме то говорит ну и ладно нечего тут мне варакузить я пойду вообще спать не скучная вечеринка кто там пришел дать дымовой другой день